Бьюсь в заклад, что все вы слышали историю о том, что бас должен звучать по центру, в моно, что его нельзя разводить в стерео. Меня зовут Савченко Фуан, я также известный как Дон Хуан, вы на канале школы сам себе битмейкер и сегодня мы сделаем с вами жирнючий бас как у Скарлорда, так еще и разведем его в стерео и он будет просто неимоверно круто звучать. И давайте приступим, я тут делал недавно заказ и у меня получился вот такой вот бас, хотя нет, сначала я покажу какой был бас. Угадайте по партии баса ремикс на чей трек я делал в этом проекте, пишите в комментариях. Вот, и собственно, помним как звучал мой сэмпл изначально и теперь он звучит вот так. Отправляем наш бас на микшер и делаем следующий момент. Отправляем его на два канала, но убираем с мастера. Обязательно не забываем убирать посыл на мастер. Дальше, обзываем один канал sub, другой канал dist. И каждый из этих каналов мы отправляем на один общий и также убираем его с мастер канала. Вот таким образом. Это у нас будет 808 группа. Все, один делаем пока в ноль и работаем с sub. Вешаем сюда эквалайзер. Обычный параметр Q. Срезаем здесь верхние частоты. Немного срежем низа. Ну, примерно вот так. И задерем вот тут бас. Ну, примерно вот так. Все, с sub басом мы все вопросы решили. И его можно на самом деле сделать в моно, но всякий случай, чтобы он нам не мешал. Теперь приступаем к дорожке дисторшн. Что мы делаем? Берем обычный fast dist. Добавляем к нему деблюкала, крашер. Это фришный крашер. Вот я им пользуюсь очень часто. И делаем вот такие манипуляции. Но чтобы эффект был не настолько явным, мы сделаем микс на 50%. Так, далее берем эквалайзер и срезаем вниз. Примерно вот такие вот манипуляции. И добавляем стереорасширитель. Обычный стереоенхансер. И сделаем примерно вот такое расширение. В моно на всякий случай проверяем, чтобы не было явного искажения в звуке. Теперь берем и настраиваем баланс между sub и dist. Делаем немного ванить sub. В принципе, более-менее звучит нормально. Остальные настройки там уже, естественно, надо проводить непосредственно в миксе с остальными инструментами, чтобы все слышать вместе. В одиночном состоянии, скажем так, звучит он достаточно хорошо. Теперь на группу еще мы накинем с вами эквалайзер. Подрежем вниз немного. Вот этот звон, звон, low-fine звон. Он нам не очень нужен. И вот здесь гул немного уберем. Можно закинуть еще компрессор. И немного склеить наш, ну и sub и dist, чтобы звучали как одно целое. Ну и ручку громкости настраиваем так, чтобы звук с выключенным компрессором по громкости особо не отличался от звука с включенным. В принципе, вот так. Еще не угадали ремикс на какой трек я делал в этом проекте? Если угадали, не забываем писать в комментарии. Такие вот манипуляции. Я считаю, что вот такой способ намного лучше, чем использовать уже готовые сэмплы. Пережатые, переискаженные. Потому что он более гибче. Здесь можно отдельно настроить sub. Отдельно настроить дорожку с дисторшеном. Соединить их. И в общем, это более гибкие настройки. И вы непосредственно участвуете в создании. Мне кажется, это интересно. Добавок еще. Вот. Единственное, что вам нужно знать, когда вы делаете стереобас. Вам нужно понимать, что стереобас не должен мешать всем остальным инструментам. Все остальное ерунда. Если звучит отлично. Если бас не мешает остальным инструментам, то никаких проблем можно делать бас в стерео. Собственно, вот на этом все. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Если это так, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Также у меня есть к вам просьба. Пишите в комментариях вопросы. Я хочу возобновить рубрику с ответами на вопросы. И в одном из следующих видео я прям сделаю ответы на ваши вопросы из комментариев под этим видео. Так что жду много интересных вопросов. Вот. И также, если хотите научиться делать крутые минуса и классно их сводить, у меня есть видеокурсы. Ссылку оставлю в описании. Можете перейти, ознакомиться. И если посчитаете нужным, приобрести. И с умом провести это лето. И натренировать себя в нашем нелегком деле. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч в новых видео.